Бакыт Кадыгбаев известный в стране джазмен. Он знакомит зарубежные страны с джазом по-крыгызски. Дважды Кадыгбаев выступал в излюбленном месте джазменов в Нью-Йоркском Бёрдланде. В 2017 году он выступил там с концертом совместно с двумя сыновьями. Это момент, когда знаменитейший артист Рон Картер дал концерт. В перерыве мы зашли в его гримерную и сфотографировали. А здесь наш хороший друг, хозяин Бёрдланда Джани Валенсия. Знаю, что мы с ним знакомы, Картер сказал, что и мы однажды устроим здесь концерт. Сбылось. Это фото с такого концерта. С нами стоит знаменитый контрабасист Джонни Плаксико. Принёс свой контрабас для Эркина. А здесь Эркин, Джалил Шоу и Кубан. Мы играли вчетвером. Акцент делали на крыгызские произведения. Эркин сыграл на Комузе. А эта афиша висела в Нью-Йорке. Висит в память о нашем первом концерте в Нью-Йорке. Во время одной из последних поездок он записал музыкальный альбом под названием «Ата Бала». Нам так повезло, что альбом нам записал известный продюсер Джон Ли. В нём десять произведений. Восемь из них – кыргызские. Большинство из них – народные. Среди них есть известное произведение Халыя Малдабасанова «Уюн». Два произведения – американский джаз. Интерес Бакыта Кадыгбаева к музыке зародился благодаря маме, решившей, что музыкальный интернат для него – то, что надо. И не ошиблась. С тех пор любовь к музыке не только не ослабла, а даже превратилась в смысл жизни. «Если бы меня отправили в какой-то другой интернат или спортивный кружок, я бы стал совсем другим человеком. Информация о детстве, она же очень сильна. Я помню первые уроки. Мы слушали Бетховена и Моцарта. Это очень сильно повлияло на меня. Это было чем-то особенным. Тогда я понял – это моё». «Нет, давай медленно, подожди, три-четыре. Музыка обладает особой энергетикой. Сейчас люди стали чаще приглашать послушать джаз. А джаз – это ведь жанр, который стоит особняком. Берёшь инструмент и сливаешься с ним. Не думаешь, кто что скажет, понравится или нет. Это становится привычкой. Хорошей профессиональной привычкой. Это чувство передаётся и слушателям. Иногда бывает, переживаешь о чём-то. Это тоже отражается в музыке. Оба сына джазмена, как и сам Кадыгбаев, преподают в Национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова. Днём отец и сыновья преподают, а ночью блистают на сценах ресторанов или участвуют в мероприятиях. Нашумевшая группа отца и сыновей известна публике, как группа «Сол Пинанс» или по-русски «Солёные орешки». Группу, как несложно догадаться, основал Кадыгбаев. Дети джазмена получили не только отцовское воспитание, но и переняли его отменный музыкальный вкус и необходимые навыки. Оба играют на сложных инструментах. Я играю на контрабасе. Я считаю, что это самый джазовый инструмент. Контрабас. Начал на нём играть случайно. Я не планировал быть музыкантом. А так как у нас дома появился инструмент контрабас, я к нему подошёл и начал пробовать играть. Но именно мне понравился джаз. Потому что там есть свобода. Я могу играть, выразить своё настроение. Джазом занимаюсь уже сколько? 18 лет. В общем, учился в Абдераевке, музыкальной школе, в консерватории. В группе уже вместе, сколько, 18-17 лет. В джазе, поскольку у меня родители музыканты, джазовые музыканты, я стал тоже заниматься джазовой музыкой. Вот так стал джазовым музыкантом. Я считаю, что в Крылгстане уже любителей джаза становится больше, так как они смотрят на нас и видят, что мы добиваемся каких-то определённых результатов, что мы ездим в Америку, играем в очень крутых джазовых клубах, крутых сценах. И они, видя нас, начинают стремиться играть, как мы. Это я говорю особенно про наших студентов. Они видят, что это действительно возможно. Курейдис Солз расцепил его братом, мистер Кубан Кадыгбайев. Последние пять лет ездили в Америку и немного в России, Казахстане. Наша музыка хорошо принималась за границей. Все были довольны. Концерты проходили очень хорошо. Вот хочется, конечно, как мы записали диск. Это как бы наш документ. То, что останется на всю жизнь, чтобы люди могли слушать это. Хоть сто лет пройдёт, двести лет, все люди будут слушать. И знать, что команда из Кыргызстана записала диск, оставила людям послушать такую музыку. В репертуаре группы Сол Пинец с 20-летним стажем насчитывается более тысячи песен. Талантливая семья продолжает пополнять его и обогащать свои выступления всё новыми жанрами. Продолжение следует...